Всем привет! В этом видео хочу показать апгрейд своего компьютера. Вкратце покажу комплектующие, процесс сборки, а также конечный результат. Список компонентов можно посмотреть в описании к видео. Ну и так заодно покажу тоже. Получился мой самый дорогой апгрейд. Предполагается, что система будет тихой, посмотрим удастся ли это сделать на платформе AMD. Старый ПК у меня собран на Phenomen 555. Сначала возникла идея обновить процессор, ну а поскольку старая материнская плата у меня на сокете AM3, а новая на AM3+, пришлось менять ее. Ну и кулер понятное дело. Вместе с ними и корпус. Ну и заодно почему бы не купить тихий блок питания. В итоге из старого ПК сюда пойдет только оперативная память. Ну что, начну с корпуса. Фирма Corsair, серия Corbid 330r, тихая серия. Корпус MidiTour среднего размера. Вот так играет на цвету пластиковая передняя панель. Вот так играет на цвету пластиковая передняя панель. Брал я этот корпус за красивый внешний вид, по моему мнению, USB 3.0 расположены как удобно для меня, кнопки вот эти кто-то ругал, то что можно нажать сюда, когда хочешь сюда, мне кажется это ерунда. Ну и дороговато, 4,5 тысячи, с учетом того, что у себя на родине он стоит где-то 90 долларов, это у нас получается 140, то есть непонятно откуда такие накрутки, но корпус новый, что делать, пришлось купить, только он понравился, по всем факторам сразу. По всему корпусу проложена шумоизоляция, давайте посмотрим. Вот такой вот материал, где-то 3 миллиметра толщиной, два места под вентиляторы, спереди предустановлен 140, сзади 120, здесь для воздуха, воздухозабор, здесь наглухо все. Ну то есть по тестам получается тихо, чуть потише, чем обычные корпуса лицебелом А3. Ну вот оно на утро, вот видно, все тоже проложено, вентилятор Корсар, здесь тоже 140 миллиметров, винчестеры, CD-ромы, блок питания снизу, Система укладки кабеля, это 2 сантиметра нам дается. Нижний противопылевик на магнитах. Чтобы его снять нужно всегда наклонять корпус. Передняя крышка открывается вот так, здесь тоже фильтр. Крышку планирую перевесить на другую сторону, наверное, посмотрим еще. Блок питания тоже Корсар, серия AX, 760 ватт, тихие операции, он полупассивный, здесь вот на графике видно, до определенной мощности он, в принципе, вентилятором не крутит. Модульный, все отключаемое, но есть выше только серия AXI, на которой можно управлять скоростью вентиляторов, ну из Windows, ну там вентилятор сам похуже, судя по тестам не стал его убрать, ну и дороже он. АПКОЛЬМЕНТЫ Украинским Гendas Блок сайлов АПКОЛЬМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Вот что я еще обнаружил с кулером. Отвертка. Различные крепления, AMD, Intel. Крепление вентилятора. Винтики. Все, что надо. Перед установкой кулера хочу сразу подключить корпусный вентилятор, чтобы они потом не мешались. Разъем шасси 1, шасси 2. Трехконтактный. Трехконтактный. Процессор AMD 8350. Процессор AMD 8350. Впервые, наверное, за 10 лет я засомневался, брать ли AMD. Думал про Intel. Читал много споров. XBT, Overclockers, THG против Intel 3570 ставили от AMD. Ну, Core i7 иногда еще. Но все-таки решил остаться на AMD. Поэтому ставлю его в уголок. Снимаем крепление штатного кулера. Собираем заднюю пластину кулера для платформы AMD. Теперь нужно закрепить заднюю пластину. Панель с помощью вот таких вот цириндиков. Так понимаю, пластиком на сторону материнки. Установка передней планки. Установка передней планки. П corazón это Zap1с. По honestlyмой пластиком на сторону материнки. ПортRAIZER Кациентозчик! Это inhibitory пластиковый пластик. Верхнее проверки двигателей. П��ельaaa. П�домо. Верхнее необходимо cork bonusddD. Пisterь наверное пластиковый пластиковый шар. готовить сам кулер вот такого вида ставится будет в эту сторону чтобы не мешать памяти здесь будет еще планочка вентилятор с этой стороны сюда соответственно вибро штучки и вентилятор насадить вентилятор вентилятор кулер собран и самое сложное намазать термопасту установить кулер некоторые советуют массать пальцем попробую вентилятор вентилятор мы подключаем 4 контактный разъем подключаем USB 3.0 HD аудио ну и самое неприятное корпусные лампочки и переключатели ну а теперь можно установить и блок питания сумасшедшие 84 месяца гарантии как я понял ставится он без всяких винтов просто так подключаю питание материнской платы вентилятор питание процессора питание процессора питание процессора были небольшие сложности с подключением деринской платы из-за кулера возможно стоило сначала подключить его потом уже цеплять кулер и подключаем к блоку питания свяжу остальные провода свяжу остальные провода вот еще одна вкусняшка вот еще одна вкусняшка Asus Radeon 7870 взял на замену 7770 надеялся не менять но все таки чтобы компьютер был сбалансирован им пришлось ее заменить точнее придется сейчас заменить читал тесты и отзывы читал тесты и отзывы и не мог понять почему некоторые говорят что все хорошо а некоторые что невозможно пользоваться шумное медленное казалось что все дело потому что версия 2 исправилась и недостатки первой версии и теперь все с ней хорошо в плане системы охлаждения именно поэтому температура стали меньше громкость ниже под нагрузкой геокарта исправилась удлинитель питания для тех у кого не достанет вот как у меня будет переходник BVI 50 мостик кроссфайр ну и домашки сейчас сравню ее со старой ну вот они две видеокарты одного поколения 7870 примерно в два раза мощнее чем 7770 ну и стоит соответственно почти в два раза дороже хотел еще показать такую штуку как подмещаемый дисплей то есть у меня аналоговый монитор был подключен через такую приблуду мини дисплейпорт с одной стороны с другой аналоговый монитор то есть здесь какая-то активная часть видимо на форуме вообще не верили что он будет работать ну а здесь DVD D DVD HDI HDMI дисплейпорт компьютер становится все тяжелее устанавливаю видеокарту с лодпись а экспресс 16x ты вот что не то есть у нас да ну это Продолжение следует... Что-то мне не нравится, вот это загогулино, к тому же корпус теперь толком не закрывается, поэтому придётся отдельный провод пустить под питание видеокарт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хитачи 2 терабайта и новые Тошибы, которые тот же Хитачи 3 терабайта. Даже внешне видно визуально, что они одинаковые практически. Начинаю выкладывать в лотки. Продолжение следует... Подключение жёстких дисков... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, в общем-то, и всё. Такая система получилась на базе AMD FX8350. И вид с задней стенки. Продолжение следует... Продолжение следует... Старые и новые компьютеры для сравнения. Новый корпус выше, шире, немножко длиннее. Первый запуск. И сразу идём в ВИУС. Впервые работаю в графическом ВИУСе. Первый раз у меня такой компьютер. Смотрим, что тут есть. AMD FX8350. Частота памяти 1600 должна. Сейчас будем исправлять. Скорость процессора 4 ГГц. Нормально. Функции энергосбережения не все работают в ВИУСе. Так что температура может быть выше, как и обороты. В принципе, у низкие обороты. А вот шасси как-то странно себя ведут. Смотрим, что тут есть. Плекстер. Где остальные? Ладно, Advanced Mode. Turbo Core Auto. Некоторые его выключают, потому что у них проблемы с фризами. Что-то перегревается процессор. Пока оставлю. Колесико мыши работает. Вот напряжение памяти. Сразу хочу выставить. 1,65. Так, как менять значение? Enter. Пробел. Что? Как изменить? Все. 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 Здравствуйте. Все. 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 пока так будет а вот диски правильно я так расположил SATA0 SATA1 SATA2 еще нужна частота памяти пока хватит наверное сохранюсь в 10 и выйду я вам покажу немного поводился с компьютером задний вентилятор почему-то так и работает не совсем правильно обороты показывает неверно и не регулируется пока его временно отключил и отсоединил винчестер hitachi как-то он гудит чтобы было потише сейчас проверяю так ну и сравнение со старым компьютером работа компьютера с одним только передним вентилятором температуры системная плата 38 процессор 42 диод графического процессора 45 цепи открутиться вентилятор со скоростью пятьсот пятьдесят шестьсот оборотов минут 560 в данном случае передний вентилятор 750 процессор на 1400 целом довольно приемлема особенно цепи радует своими оборотами мы сейчас попробуем под нагрузкой тф2 но игра не самая сложная для процессора видеокарты с впс естественно большой процессор прогрелся до 60 с лишним графический процессор тоже и кулер на центральном процессоре разогнался до 1250 оборотов вчера при работающем заднем кулере на корпусе было всего 750 850 то есть видимо без него как-то совсем не очень хорошо придется в каком-то видео делать замедлять обороты температура в помещении 26 с небольшим battlefield 3 настройки high до 100 метра до 100 метров закручиваем 10 метров до 100 метров Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...